Итоги минувшей недели подвели в администрации Люберец. Руководители ведомств доложили об оперативной обстановке в округе, а представители органов местного самоуправления о проделанной работе. Подробности далее. В минувшие выходные сотрудники Люберецкой полиции несли службу в усиленном режиме. По словам начальника ведомства Евгения Романцева, праздничные дни прошли без нарушения общественного порядка. В целом за неделю в межмуниципальное управление поступило около 2000 обращений. 35 уголовных дел возбуждено, 28 граждан задержаны, также было 197 ДТП, с одним пострадавшим. Пять возгораний произошло на минувшей неделе на территории Люберецкого пожарного гарнизона. Все происшествия обошлись без жертв и нанесли только материальный ущерб. 9 марта на Рязанское шоссе в районе поселка Мирный на автомобильной дороге М5 обгорел моторный отсек автомобиля «Опель» на общей площади полуквадратных метра. Безаварийно прошел очередной отчетный период у коммунальщиков. Система ЖКХ работала в штатном режиме. В городском округе завершается плановая замена лифтов. На данный момент работа ведется в ПТМКД. Кроме того, подрядные организации приступили к ремонту подъездов, вошедших в план этого года. В текущем году у городского округа Люберца планируется отремонтировать 470 подъездов. За январь-февраль был выполнен план на 100%, это 45 подъездов. На март план составляет 72 подъезда. 97 единиц спецтехники и около 1000 человек приводили в порядок городские и дворовые территории. За прошедшую неделю с несанкционированных свалок вывезли более 30 кубометров мусора. Со 2 марта по 8 марта сотрудниками административной комиссии номер 44 по городскому округу Люберца вынесли два постановления на сумму 50 тысяч рублей за недвижающее состояние содержания территории. Свыше 10 тысяч звонков поступило на короткий номер 112. В большинстве случаев обращения поступали в адрес сотрудников скорой медицинской помощи. О ситуации в сфере здравоохранения рассказала заместитель главного врача Люберецкой областной больницы Ирина Штольц. По ее словам, в городском округе случаев заболевания коронавирусом нет. Луиза Игязырян, Сергей Гвозди, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.